Очередной репортаж из рубрики, посвященной месячнику военного патриотизма, подготовлен в воинской части ВДВ. Моя коллега Лула Ракаева наблюдала за тренировкой военнослужащих в воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска, элита вооруженных сил, десантник в голубом берете, ассоциируется в первую очередь с прыжками с парашютом. Без парашюта десантник был бы обычным пехотинцем. И только после прыжка он сможет с гордостью носить голубой берет. Казалось бы, одел за плечи парашют, шагнул в пропасти, ты уже десантник. Главное не бояться. Но это далеко не так. Покинуть борт летательного аппарата, говорят военнослужащие, несложно. А вот чтобы управлять белым куполом, нужно многому научиться. А потому, прежде чем выйти в открытое небо, им предстоят каждодневные, многочасовые, интенсивные занятия. И только потом они получают допуск после сдачи всех зачетов на земле. И здесь очень много нюансов, мелочей в этом деле нет. От прыжка десантника зависит его безопасность и жизнь. Чтобы все сделать правильно и не допустить никаких ошибок, от военнослужащего требуются точные действия, выверенные до секунды. Отсчет трех секунд производится именно этими цифрами. Система открытия парашюта срабатывает только спустя три секунды. Боевая укладка парашюта. Десантники всегда работают парой, помогают друг другу. Важно, чтобы стропы не запутались. У неподготовленного человека на это уйдет уйма времени. Профессиональный боец выполняет этот норматив за 45 минут. Есть еще учебная укладка и полевая уже после прыжка. Она занимает всего считанные минуты. Основное требование это не запутать стропы, правильно закрыть двухлюрочный замок, а также настроить прибор. Основными задачами ввожусь в отрывок является десантирование подразделения в тылу врага для ведения боевых действий. А это комплексный универсальный тренажер десантника. Здесь отрабатываются все элементы при десантировании самолета, чтобы быть точнее при отрыве от борта в небе. Имитация полета в воздухе помогает сформировать необходимые навыки. Перед первым прыжком в бездну каждый боец проходит спецкурс. На земле десантники оттачивают те навыки, которые потребуются от них в воздухе. Ключевой этап тренировки на воздушно-десантном комплексе – десантирование с парашютной вышки. Ее высота порядка 25 метров. Военнослужащие в воздухе находятся около 5 секунд. Специальная система противовесов позволяет полностью имитировать прыжок с парашютом. И только после этого получает допуск к прыжку уже с борта настоящего самолета. В ВДВ прыгают все. Существует даже специальный норматив. За год военные должны прыгнуть как минимум 4 раза. Людьми этой профессии движут такие понятия, как честь, отвага, долг перед Родиной. Согласно боевой подготовке проводятся занятия по прыжкам в воду, по прыжкам в труднопроходимых местах, в болотах, в горной местности. В ночное время суток. Десантирование не только способ доставки подразделения к месту выполнения задач, но и элемент психологической подготовки военнослужащих. Эффектный прием у противника безврежен. Занятия по рукопашному бою проводятся каждый день. В арсенале небесной пехоты немало способов, чтобы нейтрализовать противника. Обрыв! Треть! 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 Проверенные годами оружие новинки оборонного комплекса на службе воздушно-десантных войск и есть все необходимое, в том числе и телекабронированные автомобили, которые довезут, прикроют огнем и всегда поддержат десантника. Барушучисты, мастера рукопашного поля и меткие стрелки. Эти бойцы могут все и даже больше, не раз продемонстрировав свое превосходство на престижных международных соревнованиях и армейских играх.